I have ways of blowing things up Здарова, ребятушки, с вами Ладушки, это Дредж Какую удачную катеру у меня прямо сначала Да, мы не на том же месте, где были Я приплыл взять немножечко приманки у авиатора И я еще хочу сейчас сделать пару вещей Во-первых, да, приманки у меня получилось много Что я хочу? Я хочу, наверное, телепортнуться Попробуем разочек Я хочу отдать реликвию Потому что это не последняя реликвия Но так мы получим еще один скилл Я так немножечко в голове покрутил Зачем я буду держать у себя Насчет последней можно будет подумать Да, нас предупреждали, что, мол, ты смотри Оно, возможно, не туда, куда ты хочешь И всякое такое Но вот эту я еще отдам А потом посмотрим, как мне Потому что это мне даст сейчас еще какой-то один скилл За каждую реликвию он дает скилл Ах, Де Бонт Кстати, заходите внутрь Кладете на стол Перед коллекционером кольцо Инкрустированное драгоценными камнями Его глаза округляются Мы, безусловно, добились значительного прогресса Я знаю, о чем ты думаешь Если такой предмет можно выручить целое состояние на любом аукционе Но для нас его значимость превосходит материальную ценность Так или иначе, тебе причитается награда Вновь открывает книгу и начинает зачитывать ее строки Странец падает пылью У вас подгибаются колени И вы вдруг И вы будто вот-вот упадете Но что-то крепко держит вас на месте Способность истощения Вы лыдите сразу целый Когда коллекционер замолкает Вы чувствуете, как кровь вновь переливает ногам Приливает Груди нарастает ощущение какой-то странной силы Мы уже близко Осталась последняя Мне крайне хочется ее даже предлагать Но на глубоководное равнение Не подходите к хребту дьявола, наверное Но на глубоководное равнение На подходе к хребту дьявола Наверняка что-то есть Попробуйте поискать там Я отмечу место, которое может начать поиск на карте Еще что-нибудь Мы спрашивали, ты человек? Услушав ваш вопрос, он продолжает вас взглядом Что за вопрос? Разумеется, ты такой же человек, как и ты Это не то, чтобы говорить нам о том, что он человек Это, по-моему, начинает немножечко вселять сомнения Что я человек Откуда ты знаешь, где находятся реликвии? По большей части я не знаю Но я понимаю море Вижу волны, которые придают форму бесформенному Слушаю шепот прибоя Который рассказывает тайны тем, кто готов слушать И общаюсь с течениями Которые помнят обо всех предметах Оказавшихся в их власти Ладно, мне пора До свидания Я бы сейчас заехал вот сюда вот В соли продал бы Всю ювелирку, которую мне Стой Ты акула? Или кто ты? Ты акула? Одна гордая акула Я с собой кучу приманки таскаю Я ее даже не складывал в хранилище Но вы сейчас поймете, к чему Мне там нужно поймать Одну единственную специфическую рыбку И я приманку взял для того, чтобы Не особо заморачиваться Так Значит, грозу Потом продадим все вместе Одной кучей Это же тоже можно, наверное, продать Ну-ка Да Все украшения за полтысячи До свидания Немножечко разгрузили трем Знаете что? Вот так пока что сделаем Акулу мы сейчас тоже продадим Тут с докером поговорить Хе-хе-хе Докер у нас, да, фыкашит Отчаливаем Поедем продадим эту бедную акулу А как мне? Давайте Подождите Я бы попробовал вот это вот А, ну Взять все И смотрите, что с паникой Паника просто максимальная Сразу же А сколько ее Перезаряжается А как мне узнать, когда она перезарядится Мне надо Ловить или она перезаряжается Ха-ха Что-то заползло Мы трем Отлично Чувак, купи у меня всю рыбу Мне нафиг не надо Это из-за того, что у меня паника Что-то заползло в мой трем Так До свидания Торговец рыбой Так Кстати, корабельный мастер А, у нее даже не продаются детальки Короче, я смог все-таки купить еще одну детальку Прокачал себе еще один трал Не то, чтобы он мне нужен Но Ну, вот так вот получилось Так Что? Вот он Красненький Вот этот На вулканной прибрежной Я же говорю Как бы Ладно Значит Отсюда мы уходим На самом деле Отдохнуть Б Так А, мэр Погоди Может мы тут с кем-то говорим Места поблизости Конечно Что интересует Нет, мы уже все говорили И тогда с этой теткой сейчас поговорим Что такое? Да С ней уже тоже не хочешь быть Там Что-то от нее хочешь Что-то не прочитать А, я книгу какую-то новую Карту На карте А, кстати, ребят Да, был апдейт за все это время И Видите Появились метки Их нельзя, кстати Видеть С основной игры То есть Они у тебя не появляются Где-то на мини-компасе Что-то такое Но Появилась Способ выставления меток То, что это сделано Под консоль Немножечко Потому что я бы мог Мышкой выставлять метки Да Но нет Мне нужно двигать Это именно вот так Вот Чтобы вот так выставлять Это сделали Именно для консоли Это, я же говорю Меня немножечко Подобные вещи Скажем так Расстраивают Но ничего не сделаешь Давайте Наверное Тогда Я не буду Сейчас отдыхать Отплываем Идем К Ну почему Идем К хритку дьявола Так Дальний мастер Починится Починится Пожалуйста Спасибо Эти метки Были бы Так Через малую соль Через нам туда Они были бы полезны Если бы они отображались Где-то сверху Вон там Где компас На мини-карте Или что-то такое Это было бы Чрезвычайно полезно Вот таким вот образом Как сейчас Я бы не сказал Что-то Что-то прям Офигенное Мы сейчас туда доплывем Там отдохнем Немного Можно Знаете Что сделать Тунец Треска Марлин Он же парусник Скаты Я не знаю Почему я этим Не пользовался В начале игры Я как-то вдруг Забыл про эту опцию Она не то что Прям сильно важная Но она интересная Так скажем И полностью Отбрасывать ее Ну наверное Не надо Так Нам нужно понять У нас вроде как Оставался Один алтарь На который нам Не хватало Одной рыбы Он на каком острове На среднем Крабов я не знаю Если я хочу подумать Давайте посмотрим Что там Может мы их продадим Просто на месте Здесь все Надо будет Продать Ну и кстати Хороший пассивный доход Если что Мы сейчас Тогда Остаток Этого дня Займемся Продажей Починкой Погоди На верфи У тебя нету Случайной детальки Теперь у нее Есть две детальки Какая красота Спасибо тебе Огромное Я могу еще Целую сеточку Качнуть Красота Так Забираем Крабцов Мы их Починим Сейчас И закинем Занужу Просто Чтобы Как пассивный доход Они у нас Лежали Ну Мы сейчас На том этапе Игры Когда уже Ты на деньги Просто не засматриваешься Они просто Как бы Есть И все Так Верфи Они чинятся Или Ну-ка Да За соточку Чинимся Отплываем Где у нас Есть Пока что Хейст Поставлю На спокойной воду Мне нужно Блин Уже шестнадцать Да Я лучше отдохну И на утро Мы с вами Отправимся На средний остров Мне нужно Узнать Что именно Мне осталось Спим Такое Потихонечку Ощущение Оно уже Не первую серию Что игра Подходит К концу Так Собственно От завершения Последней миссии Нас отделяет Одна рыба Одна Рыба Одна Вот У нас Не догонят Не чувак Нет Забей У меня Также Есть Еще Две Невыловленных Гигантские Рыбы Которые Мне нужны Для квеста С чувачками Которых Надо было Кормить Я к сожалению Провтыкал Глубинные Но Такой Я уже Ловил Такой Я уже Ловил Хотя Слон А Да Не ловил Не показалось Такие же Вот по моему Тут алтарь Который Мне нужен Заходим Аккуратненько По фарватеру Ты мне И нужна Была Серьезно Вот это Я угадал Сейчас Я просто Реально Забыл Какая Мне Рыба Нужна Была Так Забираем Детальку Забираем Это И забираем Забираем По сути Все Я тогда Предлагаю Поставить Огонечек Предлагаю Собственно Нет Наверное Я такую Не ловил Здесь Потому что Она глубинная Когда я тут Думал У меня еще Не было Варианта Ловить Глубинный Ну хорошо Я понял Видимо Просто Моя ошибка Мне показалось Там что-то Гораздо Более Мудреное Я не знаю Зачем Я Ловлю О Тут Можно Чемпиона Поймать Офигенного Рыбца Крабы 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 Поналовились Но я сейчас Не буду Этим Замиматься Давайте Народный рынок Сдадим Все что было Теперь Я думал Вот Приманки Закидывать И налавливать Разного Можно Будет Приманку Сейчас И зафигарить Посмотрим Мне листовый металл Надо продать Потому что Он мне уже К сожалению Не нужен Не тоже К сожалению Хорошо Что не надо Но с другой Стороны Получается Что я мог Все это Время И не Покупать Вот так Вот так Вот так Где у нас Там Приманочка А вот Они на самом деле Неплохой рейд Дают То есть Он Чем попался И то Что мне нужно Было Все таки Моя ставка Была оправдана Но то Чтобы не попадется То что надо Если я кину Приманку Так оно и получилось Вот Мерунечек Все продаем Нафиг Теперь А У тебя Подряд Детальки Можно скупать Можно еще Одну Спасибо У меня тут Осталось Совсем Немного Раз Два Еще одну детальку Сюда И четыре Сюда На самом деле Я хочу Прокачать Все Даже Не знаю Если мы Вдруг Закончим Игру До того Как я Прокачаю Все Я наверное Все таки Для ачивочки Это сделаю Спим до утра Едем К культисту Психованному У нас Еще остались Вещи Чем тут Заняться Поэтому Мы сейчас Наверное Последнюю Часть Подберем Но не Отправимся К коллекционеру Потому что Нам бы Еще с картой Разобраться Я не знаю Стоит ли Вообще Искать Третью Часть Не стоит А вот Это Что такое А это Металл Металл Хочу Спасибо Блин А тут У него Прям Много Чего Прям Очень Много Чего Но Статуи Давай В правую Ставим Последнюю Конечку Холодный Пламя Рокочет В руках Статуи Все готово Фанатик Ждет Фанатик Планы Зажжено Итак О, я чувствую Дыхание Глубоких Вот Пора Идем Вслед за ним Вы поднимаетесь По ступеням Храма На вершине Вас ждет Черный каменный Алтарь На котором Высится Круто Темную Влажную Древесину Он Достает Старинные Карманы Часы Они Гипнотически Покачиваются На ветру Скоро Они Перейдут К тебе Пусть Этот Дар Ознаменует На червые Пути И Конец Его Зажав В руке Часы Он Сбирается На костер Поднимает Цветок И Начинает Читать На Распев Отойти Вы Не можете Сдвинуться Отлично Поднимается Ветер Норские Брызги Окропляют Алтарь Размокшее Дерево Под ногами Фанатика Занимается Холодным Синим Пламенем Молочь Смотреть Ведяное Пламя Поднимается По его Ногам Голос Фанатика Все так же Твердо В нем Не слышно Боли Он Воздевает Руки К небу В следующий День Исчезает В огне Бушующее Пламя Раздувается И почти Сразу Внезапно Стихает По Полу Храма Селится Холодная Дымка Но ветер Быстро Уносит Ее В море Фанатик Исчез Без следа На месте Его погребального Костра Теперь холодно И сыро Посмотреть Ну вот Собственные Часы Поднимайте Карманы Часы Они обжигают Холодным И дрожат В ладони Стрядки Бежно Крутятся Под треснущим Циферблатом Ну вот Собственные Все Этот квест У нас Выполнил Давайте Сделаем Вот что Здесь Мне кажется Побочные Уже Выполнил Здесь Мне делать Больше Нечего Я сейчас Быстренько За кадром Мотнусь Туда Где Кракен И попробую Поискать Третий Кусок Карты Или же Попробую Разобраться С тем Куском Карты Который У меня Есть Сейчас И попробую Понять Вулкановый Блин Да хорош Попробую Понять Что вообще Происходит Как-то Удачно Сюда Вписалась Также Наверное Попробую Посмотреть Где у нас Оставшиеся Большие Рыбы Нам Нам далеко Нам Очень далеко Нам Прямо Вон туда Все Ребят Встретимся На месте Ребят Тут Я Я тут Абсолютно Случайно Нашел Старого Мэра Я думал Это лагерь В котором Мы уже Были Но По мере Того Как я Сюда Приближался Я Смотрю Какая-то Фигня Я быстро Сейчас Включил Запись По пальмам Видите Что это Находится Недалеко От того Биома Где Находится Кракен Ты Бросил Ее Обратно Помните Все эти Записки Что Миночку Старый Мэр Это Похоже И был Тот Самый Юноша Который Вывозил Свою Жену Который Переименовал Корабль Она Сохранила Брелок Это Прокляло Их Корабль И с ними Случилось Все те Записки Которые Мы находили Похоже Это И был Тот Самый Старый Мэр Помните Была Записка Мне ничего Не остается Как Бросить Ее Обратно Кого Книгу Думаю У меня с кем-то Так Я не понимаю Не Не Привиделось Это действительно Ты Правда А Кто я По вашему Он Отворачивает Заломает руки И начинает Говорить Обращаясь Ко Грим Это был Он Он И его Жена Будь она Не ла Так Значит Окей Это не тот Парень Но он Я понял Они Выловили Ту Старую Книгу Но что-то Скрытое В тумане Пришло Вслед за ней Прямо Через Корабль И все Так же Обращаясь Ко мне Человек Шамкает И гудит Изображая Взрывы Широко Машет руками Словно Рассказывая Ребенку Страшную Историю Оно Заговорило Сказало Что заберет Каждый наш Вздох Ибо Скорее В них Не будет Надобности А потом Обрушилась Тьма Вечность Спустя Нескольких Из нас Внесла Волной На берег И его Тоже Все еще С этой Книгой В руках Брось Ее Обратно Я понял О чем Он сейчас Дан Это Коллекционер А книга В его Руках Это Видимо Как раз То что И есть Брось Ее Обратно Закричали Мы Когда Туман Начал Выползать На берег Думали Что Все еще Можно Исправить Идь Можно Что За Книга Алое Серебро Книга Покрытая Ее Кровью Вы Бредите Бросьте Ее Обратно Мужчина Крепко Заживаешь Сдерживая Слезы Его Голос Стихает До Шепота Прошу Тебя Смотрительница Маяка Она Видела Она Знает Откуда Все Вышло Куда Куда Ее Нужно Вернуть Расскажи Мне Больше Алое Серебро Алое Серебро Он Раскачивается Отсберег Глядя Сквозь Пламя Что Вы Знаете От Тумани В нем Скрыта Та Погибель Что Поднялась Одна В нем Зло Неужели Ты Не Почувствовал Как По Отношение К этому Минсмотрительница Маяка Она Все Видела В тот Проклятый День Спроси Замолкает На нем Лица Нет От Горя Уйти Это Черт Побери Старый Мэр Соли Тот Который Исчез Его В то Время Никто Не Видел Так Отдохнуть Я Вообще Просто Плыл Чтобы Офигеть Это Кстати Где Находится Это Это Офигеть Как Стало Неудобно Сейчас Это Вот Этот Вот Остров Если Вдруг Что Знаете На секундочку У меня Тут Трюма Нету Да Нету Так Старый Мэр Я К нему Сейчас Не могу Знаете Что Тогда Раз уж Мне Карта Разрешает Здесь Ставить Метки Вот Такую Меточку Я здесь Поставлю Как раз Он говорил Про Фиолетовую Книгу Фиолетовая Фиолетовая Поэтому Так Я знаю Отплываем Нам Нужно Я бы Сейчас Сюда Сходил Блин Я даже Не знаю Ребят Кстати Парень Который Я не знаю Мертв Не мертв Давайте Да Он мертв И Он же Даже Не реагирует Ну В принципе А Стоп Раз Мы Не были На этом Острове Так Неспокойные Воды Может Тут и Кусок Карты Затесался Как-то Растут Мэр Это Очень Неожиданно Серьезно Я Не рассчитывал Что я Найду Что-то Еще Ну Типа Настолько Такое Вот Серьезное Здесь Милая рыбка Спасибо Глубина 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 Что Минь Вполне Мог Б Понять Где Находится Мы Сейчас Просто Каракин Открываем Потихонечку И Зайдем Сюда Где Находится Та штука Которая Мне Нужна Сейчас Давайте Я Все-таки Распродамся Посмотрю Может У Здесь Кстати Деталька Было бы Крут Если Она Была ты гниль купишь хорошо спасибо теперь вот так вот оно должно быть я теперь вижу что надо повернуть не хватает на вот этого кусочка тогда раз север у нас здесь поворачиваем вот так я наверно знаете что сделаю сейчас секунду я проверю если у нее есть давайте мы вместе же и установим как раз последнее исследование завершено мне осталось 4 детальки и мы последний не вот с вами сделаем теперь сейчас ребят подойдите нужно немножко проанализировать прошло меньше минуты я просто сфоткал карту а потом даже не глядя на фотку мы сейчас находимся вот здесь освещенный звездами понтон на карте изображен я кстати не знаю вы видите мою мышку или нет примерно на на 11 часов от моего корабля вот этого длинный остров с маленьким островочком слева от него который находится за архипелагом этот маленький островочек а крест находится тогда между буквами скорее возле буквы в наверное мы сейчас туда и поплывем давайте я тогда надписи не меняются не меняются ну судя по квадратам которые там нарисованы нет 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 это находится находится сейчас примерно вот здесь ну как же это неудобно черту бери и кью а а а а вот здесь это находится а поехали пощупаем по крайней мере судя по карте находится именно в том квадрате 1453 знаете давайте переночуем и отправимся туда с утра отдохнуть не не вижу какой-то проблемы чтобы провести лишний день возможно есть какая-то ачивка или какое-то что-то классное если ты проходишь игру меньше чем за 100 дней вот этот маленький островочек значит нам куда-то вот сюда прямо под поверхностью воды покачивается сундук цирк уходящих вот этот год не дает ему всплыть открыть красиво ну вот и с картой разобрались вот этот сундук причем приятно что его он прямо здесь будет все это время приятно что его можно открыть я не уж не знаю если существует третий кусок карты или нет но то что его можно открыть без третьего куска карты это конечно же огромнейший плюс спасибо разработчикам что не устали упираться так на самом деле нам не нужен это все надо а вот это можно продать давайте наверх продать а надо купить еще одну тебя тут какая красота когда они мне были нужны она нифига не продавала а тут она продает то по две то прям подряд их можно пить мне осталось две это вообще ни о чем теперь я бы сейчас на самом деле телепортировался в соли но у меня такое стойкое ощущение что если я портнусь в соли то меня коллекционер уже не отпустит здрасте Ай, блин, я думал, ты сдох. Иди ты нафиг. Я думал, ты реально сдох, и у тебя все хорошо с этим. Кстати, карта. Эта мы убираем, потому что мы это нашли. Супер, супер. Блин, я не поспрашивал у нее про рыб. У меня осталось еще две редкие рыбы. Давайте я куплю поймаю, говорю. Что такое здоровое-то? О, тут одно было. Где маяк? Я не в ту сторону иду. Да, маяк там. Мы сейчас пойдем к антиквару. Продадим все побрякушки. Мы сейчас поговорим с женщиной. Не, я тебя уже ловил, не хочу. И, возможно, у нас появится какой-то дополнительный квест. 75% в таком энциклопедии. Это нам про мутанта. Поручение. Вот. Поймать конгрию. Поймать тарпона. Это редкую рыбу. А, я могу и тут почитать. Поймать пеликану в большероте. Поймать гигантского гидроцина. Вроде как про одного она говорила, где кто находится. А про второго она может типа и сама без понятия, где он может быть. Будем смотреть на месте уже. Я, честно говоря, даже вот сейчас, на этом моменте, я еще не знаю, если это последняя серия или у нас будет еще какое-то продолжение. По идее, я могу прям сегодня закончить игру. И по большей части все те планы, которые у меня были, я их, ну, пожалуй, выполнил, что ли. Две непойманные рыбы. Так, продаваться. Трем. Сюда, сюда, сюда. Карту я оставлю, просто как память о приключении. Продать золото. Так. Да, пойдем, продадим. Продадим, продадим. А, стоп, а может я могу с ним поговорить на эту тему, что-то? Здравствуй, все в порядке. Нет, торговец у меня сейчас отсутствует, как персонаж, с которым можно проговарить. Отечаянно. Так, хорошо. Продадим сейчас акулу, посмотрим, насколько она стоит. Я уже не помню просто. 184 за акулу, неплохо. Это прям такие неплохие деньги за одну тушу такую. Итак, смотрительница. Что такое? Что вы знаете об алм-серебром книге? Он сдрагивает под одним упоминанием о книге. Приятном. Ты меня спрашиваешь? Спустя только времени сам уж прекрасно знаешь, что ее нужно вернуть. Она смотрит на вас взглядом полным жалости. Тебе нужно жить дальше. Ради нее и ради себя самого. Возьми себя в руки и избавься от этой гадости раз и навсегда. А, блин. Как? Куда? Истракивает. Спрашиваешь. Когда сообщения упомолвлены, я уже близок. Никто не знает. Он знает? Аскарил Харам, простите. Только так он может понять. Должен помочь. Он должен остановить его. Пучина неба. Пучина неба. Пучина навсегда. Включается сундука. Сорвано. Сердце тумана. Пять равно восход. Он знает. Серебряное жерелье с изумовыми в серебряной оправе. Шарманка из дуба. Деревянная маска. Чайный сервиз на из предметов. Банка из земли. Осталось только одно. Выброси меня обратно. Интересно. Сейчас чувствую себя почти цел. Вот, 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 вот. Кожица. Кажется, я не чувствую тепла уже долгие годы. Я не жду, что он мне что-то напишет. Мне просто надо, значит, нам... Невременно... Так, несколько следующих строк зачеркнут, и он должен вернуться. Я написал ему еще одно письмо, а он будет последним. А что, если все эти строки, они написаны не от лица женщины, а от лица книги? А вдруг все это не от лица женщины, а от лица книги? Вчера в Нотмеле случилось небольшое пришествие. Перед носом корабля буквально из ниоткуда появилась скала. Она не пробила корпус, она сильно качнула и низкая вещь упала в воду. Мы не увидели, что именно пропала, и это меня немного беспокоит. Но мы проверили... Все самое важное, если мы постоянно сверяются заметки по поводу церемонии переименования корабля. Я чувствую, что я где-то близок к разгадке. Я что-то упускаю. А если я еще раз к этому дедку смотаюсь? Тут недалеко. Я потрачу на это полдня где-то. Вряд ли он мне что-то новое скажет. Вот в чем проблема. Вот в чем проблема. Да, он здесь. Даже не полдня, а три часа на это потратил. Лакер. Видим заброшенный лакер, в песке видны старые символы. Что будете делать, обыскать? А его тут уже нет. Вот почему я принял этот лагерь за то место, которое... Это он все это время тут шастал, да? Я понял. Так, набрать нотку. Это он все это время скитается. И в попытках найти... О-о-о-о. Ну тут таких лагерей много, но я сейчас уже не вспомню, где какой находится. Вот в чем проблема, ребятушки. Вот в чем проблема. Так, давайте вынкфил. Мы тут сейчас кое-что сделаем. Нет. И все равно. И все равно долбанулся. Ну как так-то? По-моему, основной двигатель себе вырубил. Так. Какие-то бой. Жительница. Поехали. Короче. У меня такое стойкое ощущение, что если я решу эту загадку до того, как отдам последнюю часть, то это будет хороший финал. Если я поеду и отдам последнюю часть, это будет плохой финал. Для этого я основные двигатели шабановые. Молодец. У меня тут две части продаются. Офигенно. Про рыбок можешь мне еще рассказать? Да вот. Пеликановы большерота. Я знаю, что пеликановы большероты обитают на самой глубочайшей глубине. Чтобы поймать их, нужны специальные снасти. У меня они есть. Так, а где они обитают? Вот уж страшно. Просто жуть. Они охотятся в болотистых водах и прячутся в тени деревьев. Болотистые воды в тени деревьев. Я думаю, что я знаю, где это. Это там, где у авиатора. Болотистые воды в тени деревьев. В принципе, хорошо. Я понял. Я не буду эти две рыбы включать в прохождение. Потому что... Ну, это во-первых, что сторонний квест. Все. Research nets. Отлично. Я прокачал все, что можно было качнуть. Хе-хе-хе-хе. Заканчиваем на этом. И плывем. Опять же, не телепортируемся, а плывем на базальтовый остров. Я буду сдавать этот квест. Давайте так, ребят. Если что, то, скорее всего, эта серия последняя. Я надеюсь, что у меня останутся какие-то сохранения или что-то еще. Я попробую сделать... Так, ты, дружище, тоже уже скончался, да? Я попробую сделать, если что, какую-то бонусную серию, если у меня получится. Потому что я все равно вернусь сюда поискать рыбку. По сюжету. Сейчас посмотрим. Наверное, мы все-таки будем заканчивать. Но если вдруг что-то еще появится, то я обязательно включу ее как бонусную серию. Если вдруг будет следующая серия. Давайте так. Короче, да, это запутано. Поехали, просто сдадим. В мастерскую заглянем. Вряд ли там открыто. Зайти внутрь. Заперто, конечно же. Зачем она здесь помечается все это время, если она заперта? Ладно. Потому что у меня особняка. Поднимайтесь по словным ступеням. Да-да-да. Отдать реликвию. Вот эта книга. Вот она. Вот она. А, вот и он. Входит под компонент непрестанного тиканья. Ты принес карманные часы. Под достать часы их некогда. Застывшие стрелки теперь необъяснимым образом ритмично передвигаются. Безуспешно сились продвинуться вперед. Выкладывать часы перед коллекционером. Я уже несколько десятилетий их не видел. Но механизмом три все так же не... Но механизм звучит все так же пренеприятно. Теперь... Наша коллекция собрана. Должен признать тебя удивлен. Не думал, что тебе хватит упорства, чтобы довести все до конца. Теперь, когда пять реликвий у нас остается только одно. Полагаю, теперь ты уже знаешь. Знаю. Осталось совершить один последний вояж. На этот раз я отправлюсь с тобой. Я готов. И он начинает с финальной части игры. С того момента ваш прогресс не будет сохраняться. Продолжить. С этого момента прогресс не будет сохраняться. Отлично. Значит, у меня здесь остается сейв. Супер. Да. Готов. Мы повторно предупреждаем вас. Спасибо, что с этого момента ваш прогресс не будет сохраняться. Вы точно продолжите. Ну, да. В смысле... Я потом смогу загрузиться с этого момента? Реликвия мы возьмем с собой. Надо подождать, пока не сгустится туман. Если повезет, море не узнает о наших намерениях. Ждем подходящего момента. Пора. Нам нужно отправиться в открытое море к западу от большой соли. Место отмечено на твоей карте. Плывем сразу к нужной точке. С таким важным грузом в открытом море долго находиться не стоит. Поспеши. Коллекционер на борту вашего судна. Ага, понял. Главное, чтобы скала перед носом не выскочила, если что. Классно. Ох. Ох. Ага. Освободить затерянную, застывшую во времени. Он бросает за борт карманные часы. Скованную цепями в глубине. Он бросает за борт ожерелья. Вновь привязать к этому миру. Он бросает за борт кольцо. Отворить дверь из звездное небо. Он ставит ключ в замок на шарманке. И так похоронить уставший мир. Бросает за борт шарманку, не поворачивая ключ. Он шейкал. По-моему какая-то фигня. Сейчас дам будет. Не мудрено, блин. Вот она. Вот она. Ну воскресил ты ее. Ну какой, блин, ценой? Чувак, какой ценой? То есть он обменял свою жену на весь оставшийся мир. И вот нам показывают, собственно, то, к чему это все привело. Так. Собственно, как я и предполагал, что если мы привозим все к коллекционеру, то это плохой финал. Ну, опять же, это финал игры. Да, но он плохой. А для того, чтобы получить хороший финал, нам нужно вернуть ее обратно. То есть книгу, собственно говоря. Скорее всего. Я очень надеюсь, что у меня осталось сохранение в том месте, где оно перед... Блин, какая музыка. Мне интересно теперь получить второй финал. Но, скажем так, посмотрим, что будет по моему времени. Я не хочу искать спойлеры в интернете. Я попробую все это решить сам. И если я к чему-то приду, то я запишу еще одну серию. Пока что, на данный момент, официально эта серия является последней. Теперь мои мысли по игре. Офигительно! Эта игра просто выше всяких похвал. То есть... Знаете, это является олицетворением того, как сейчас выглядят инди-игры и как сейчас выглядят ААА-проекты. Мы с вами параллельно проходили Dead Space Remake и вот эту игру. Дредж. И Дредж доставило мне в миллион раз больше удовольствия. Мне бы хотелось приходить сюда. Мне бы хотелось проводить здесь время. Даже погриндить немножечко, это не было абсолютно никакой проблемой, потому что это доставляло удовольствие половить рыбку, поузнавать всякие тайны, пооткрывать посторонние квесты. Мне теперь очень интересно перепройти игру именно с той точки зрения. А что будет, если я всех островитян накормлю? То есть было же 4 квеста с кормлением вот этих вот культистов. Я ни один из них не выполнил. Это, пожалуй, единственное, что я полностью запорол. Ну и концовку тоже, да. Но все остальные побочные квесты я выполнил. И включая древний маяк, и карты сокровищ. По крайней мере, из того, что я нашел, остались еще, например, черные камни, которые никак не реагируют на мое прикосновение. Осталась еще одна вещь. Например, я получил капкан для крабов, я получил удочку. Осталась еще одна вещь, видимо, или трал какой-то, или что-то такое. Там, где рыбы были, это я не сделал. Тут остались вещи, которые я не сделал. Мне бы, наверное, хотелось сделать больше. Но я абсолютно доволен тем прохождением, которое у меня получилось. И сейчас я не разочарован плохим окончанием. Как минимум потому, что мне хотелось его посмотреть. Во-вторых, то, что я знал, что я делаю, что это будет, типа, плохой конец. И есть возможность пройти на хороший. Я также понял всю эту фишку с островами, что старый мир перемещается. И, в общем, да, тут есть еще над чем подумать. Ребят, игрушка просто фантастическая. Я вам крайне рекомендую пойти и купить ее. Неважно, за фулл прайс. Она, кстати, не так дорого стоит. Или же по скидочке дожидаться скидончика. Но эта игра должна быть у вас в коллекции. Вы должны пережить этот опыт сами. Несмотря на то, что вы уже сейчас знаете историю, ну, по крайней мере, часть истории, сам геймплей здесь настолько прекрасный, и настолько расслабляющий, настолько... Причем даже в тех моментах, когда он напряженный, он все равно прекрасный. Я вам крайне рекомендую эту игрушку. Она просто бомбезная, ребятушки. Вот полностью-полностью, со всех сторон. И к тому же это лавкрафтовская атмосфера. Ну, это, ну, как бы, кто знает, тот знает. Это нужно просто цинить, что здесь происходит. С одной стороны, немного жаль, что она закончилась. Потому что я бы хотел, допустим, не 4 острова, а 6. Или 8. Ну, хорошо. Ждем DLC или ждем вторую часть. Если она будет, мы ее обязательнейше проходим. Ну, и как я и обещал, что если вдруг я найду что-то интересное здесь... Ну, не просто как дополнительные побочные квесты, как поймать еще две рыбки. Нет. Если я сам допетлю до того, как сделать другую концовку, то я досниму серию. Пока что оставляем как есть. Сейчас посмотрим, что будет после титров. Я, кстати, не знаю, пропускать их, не пропускать. Давайте пропустим. Нет, ничего не будет после титров. Но это тоже, на самом деле, не проблема. Я рад, что я успел в основном поиграть в эту игру до апдейта, потому что апдейт сделал хуже с картой. Хоть они и добавили метки, но карты стало управлять гораздо неудобнее. Жаль. Многие вещи, которые идут под консоль, они начинают портить геймплей на клавамыши. Современная индустрия видеоигр. Ладно, ребятушки, на этом будем заканчивать эту замечательную игру. А мы с вами встретимся уже в других играх, в других проектах. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодушек, всем покеда. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»